В этот пасмурный сентябрьский день ребята сдавали бег на длинную и короткую дистанции. Старшеклассникам предстояло пробежать 2 километра, это 5 кругов стадиона «Металлург». Были и те, кто пришел сдавать нормы повторно. Я хотела бы сказать, что вот мальчик хорошо пробежал 31 номер и девочка, по-моему, 29-е. То есть с запасом даже пробежали, по-видимому, подготовились, потому что сразу прийти и пробежать – это очень сложно. Поэтому мы очень порадовались за них. 15-летний Максим Агеев раньше занимался каратэ и боксом, а сейчас тренируется на турниках и бегает. Сегодня он пересдавал бег и показал отличные результаты. В этот раз результат получше, уже вроде бы серебро. Точный результат я не знаю. 16-летняя Лария занимается бегом, футболом, большим теннисом и танцами. Но, увы, сегодня сдать дистанцию в 2 километра не смогла. Это не первая ее попытка, правда, опускать руки девушка не намерена. Буквально недавно мы бегали, все сдавали, все нормы. Но я 2 километра не смогла пробежать, тогда дыхание подвело. А в этот раз, увы, ноги. Дыхание нормальное было, а ноги подвели. Не стоит расстраиваться, если сдать норму сразу не получилось. Пересдавать можно сколько угодно раз. Главное – делать паузу между попытками и тренироваться. В принципе, ограничений нет. Единственное, это нельзя делать подряд, потому что, ну, все-таки трудозатратный достаточно вид спорта, легкая атлетика. Ну, раз в неделю, раз в две недели, раз в три недели вполне можно потренироваться и потом уже выходить снова на выполнение. Нормативы ГТО, они немного выше, чем школьная программа по физкультуре. То есть, если ты занимаешься физкультурой в рамках школьной программы нормально, то чуть-чуть поднажав, ты можешь спокойно выполнить нормативы ГТО. Так что пробежать 2-3 километра без остановок и не переходя на шаг, при этом уложившись на мотив, трудная, но вполне выполнимая задача. Главное – после пересечения финишной черты не стоит резко останавливаться или садиться. Ну, они, к сожалению, почти все так и падают, пробежав положенные свои километры. Ну, нельзя, во-первых, резкая остановка – это дыхание и все, сердце. Поэтому нужно через силу стараться ходить, но ни в коем случае не сидеть, не лежать особенно. Тем более, погодные условия не позволяли еще. В целом, отмечают специалисты Дворца спорта, сейчас сдавать нормы ГТО школьники приходят подготовленные. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Видное ТВ.